Неделя для городских служб выдалась более чем напряженно. Евгений Никора всерьез взялся за нечищенные мурманские дворы. Теперь проезды убирают специалисты городской службы, а счет за услуги представители власти выставляют управляющим компаниям, многие из которых могут, к слову, лишиться лицензии. Никуда не делись и рейды по дворам и заседания штабов, где отчитывают коммунальные организации. Несмотря на снегопады и оттепели, основные магистрали города всегда близки к идеальному состоянию. Да и автобусы с троллейбусами ходят строго по расписанию. А ведь недавно электротранспорт перевез 3 миллиарда 250 миллионного пассажира. Подробности в новом выпуске программы «Городские хроники». Снежные кучи, колея, каша под ногами, скользящие пешеходы и буксующие автомобили. Безхозяйственность некоторых коммунальных организаций, судя по всему, окончательно допекла как городскую, так и областную администрации. Чиновники предпринимают решительные меры для того, чтобы исправить ситуацию. Глава Мурманска Евгений Никора до поздней ночи инспектировал городские дворы и убедился – ситуация критическая. По дворам действительно ситуация ужасная. Это ЧАЭС. Почему это ЧАЭС? Потому что при таком состоянии дворов не могут проехать аварийные службы. Если будет заезжать скорая, она застрелена. В некоторых дворах, вот то, что я видел вчера, сегодня будут пожарки застревать. Заснеженные городские дворы теперь будет убирать управление дорожного хозяйства. А счета за такую работу придется оплачивать управляющим компаниям. Так произошло, например, на улице Александрова. Прямо вечером во двор загнали погрузчик, который под взглядами удивленных жителей за несколько минут расчистил центральный проезд. Завтра ЧАЭС. Другой вариант. ЧАЭС? Да. Ну, конечно, с Киевом. А если попадает в трех, то ЧАЭС? Да, потому что скорый, вот так не подчистил, скорый пожарный не будет. Не справляешься, уходи с рынка услуг, считает глава администрации Мурманска. Штрафы на управляющую компанию не действуют, разговоры тоже не помогают. А значит, говорить больше не о чем. Пришла пора жестких мер. К 11 вечера именно в это время Евгения Никора, закончив инспектировать дворы, стало ясно, что свои прямые обязанности управляющие компании не выполняют. Мы буквально с сегодняшнего дня отправляем в Государственную жилищную инспекцию письма с инициативой по отзыву лицензии. То есть, если эта управляющая компания не работает, то мы по тем дворам, которые реально представляют угрозу жизни здоровья граждан, куда они проехать аварийной техники, сами будем производить уборку, им выставлять затраты и просить ГЖИ отзывать лицензию. Нормального разговора уже не получилось. Разговор закончен. Управление уборкой идет практически в ручном режиме. В 9 утра глава администрация Мурманска снова на посту. Так как поздним вечером полностью убрать дворя не выйдет, они забиты автомобилями, а шум мешает отдыху горожан, погрузчики очистили только центральные проезды. Утром проверяющие вместе с техникой удыхая вернулись, чтобы закончить начатое. Специалисты управления дорожного хозяйства не только избавили внутридоворовые проезды от каши и колеи, но и вывезли снежные горы, растущие во дворах с начала зимы. Вчера на Александрово 12 застряла скорая помощь вместе с пациентом и не могла выехать минут 15-20. Поступил звонок из 051, не до ДС, сообщили нам, мы послали свою технику, чтобы первонаперво ее оттуда вытащить. Ну и приступили, это был первый дорожный, который мы пришли убирать. Никуда не делись и рейды по дворам и заседания штабов, где отчитывают коммунальные организации. За прошедшую неделю специалисты управления Первомайского округа организовали 6 проверок, по результатам которых составлено 40 актов о нарушениях, недочеты, колейность на дороге, складирование снега и нечищенные кровли. У нас в Первомайском округе в большинстве случаев кровли не скатные. В настоящее время при выявлении также отправляется информация в управляющие компании, и данные шапки на фасадах домов, естественно, сбиваются. Но в основном у нас шапки образуются на элементах конструктивных девятиэтажек, это балконы. А вот с балконами ситуация не столь однозначная, ведь если конструкция, вопреки изначальному строительному плану, застеклена, то всю ответственность за свисающие ледяные сталактиты несет собственник. Но это не значит, что представители управляющих компаний должны сидеть сложа руки. Такие штабы дают определенный импульс управляющим компаниям для активизации этой работы. Вы сами прекрасно понимаете, что зима в этом году не дает ни на минуту расслабиться ни управляющим компаниям, ни управлению округа, ни депутатам городского совета. Несмотря на большой объем работы, каждое обращение от жильцов рассматривает и принимает меры. Пожаловались на качество уборки снега главе администрации и жителя Рослякова. Впрочем, большинство вопросов касалось других сверхжизни. В микрорайоне состоялась встреча с Евгением Никорой. У нас есть такая Дренбургская 8, другая 1. Стоит огромное, интертажное здание, красивое, типичное, на берегу залива. И она бедная и несчастная, понимаете? Потому что мы детей далека, там живут люди, семьи, детей и так далее. Там нет управляющей организации, там будет грязь, мы не знаем, куда платить заводу. В беседе выяснилось, что решением суда управление домов передано одной из компаний Североморска. Почему оно не исполнено, будут выяснять. Пока одни не знают, кому заводу платить, другие просто не могут этой водой пользоваться. Роспотребнадзор согласен, да, у вас вода отвратительная. Вода не соответствует Санпину. Горячая вода не соответствует Санпину. Они согласны. Но мы пьем эту воду. Вопрос не решается. Представители старшего поколения, проживающие в Росляково, обеспокоены транспортом и связью микрорайона с ближайшими городами. С горожанами главы администрации встречается каждый месяц Росляково и Абрамы с отдаленной микрорайоны. И для удобства местных жителей встречи организуются дополнительно. Продолжают проверять работу управляющих компаний и специалисты округов Мурманска совместно с депутатами горсовета. В этот раз рейд провели во дворе на улице Зои Космоневнянской 36. Объединяя силы две управляющие компании, к радости местных жителей, наконец-то нагнали во двор Самославы и погрузчики и вывозят складированный на территории снег. Надо делать поправку, опять же, на наш климат северный. Мы здесь живем и знаем, что здесь бывает и как оно бывает. И хотелось бы, конечно, управляющим компаниям посоветовать в лишний раз обращать внимание на прогноз погоды и на те катаклизмы, которые сталкиваемся мы последние, наверное, 2-3 года. Такие рейды проводятся регулярно, как планово, так и внепланово. С начала года уже проведено 30 таких рейдов. По результатам данных рейдов составлено 250 актов, из которых 124 акта направлены в административные комиссии уже для привлечения виновных должностных лиц, управляющих компанией, к ответственности. На сегодняшний день общая сумма наложенных штрафов составляет 685 тысяч рублей. Работала тяжелотехникой на улице Гаджиева, проезд личного автотранспорта здесь временно ограничили. Об этом автолюбители предупреждали запрещающие знаки, установленные на въездах, со дворов и прилегающих дорог. Однако кирпич водителей, которым очень надо, не останавливает, не смущает таких даже присутствие сотрудников ГИБДД. Мы везде выставили кирпичи, проезд запрещен, все равно все лезут под технику, под уборочную, может быть, ДТП, все что угодно. Вот приходится работать в таких нервных условиях, я бы сказал бы. Отдельная головная боль дорожников, брошенной на обочинах проездов машины. Несмотря на предупреждения, не все автовладельцы спешат освободить территорию для погрузчиков и самославов. Такой транспорт эвакуируют, вот мурманчанину Шерзоду Додобаеву, едва не пришлось искать свой ДНК на штрафстоянке. Мужчине повезло о том, что полицейские убирают неправильно припаркованные автомобили, его предупредил друг. Чтобы спасти свою ласточку от эвакуатора, Шерзоду пришлось отпрашиваться с работы. А давно стоит-то машина? Месяц около. Сильно сломалось? Да, не заводится. А объявлений вы не видели на подъезде? Нет, нигде. Я вообще в 14-й живу, поэтому там места вообще не было. Я возле двора хотел поставить. Такую же работу управление дорожного хозяйства ведет и на других улицах города, и люди, и техника трудятся круглосуточно. Несмотря на снегопады и оттепели, основные магистрали города всегда в близком к идеальному состоянии, да и автобусы с троллейбусами ходят строго по расписанию. А ведь недавно электротранспорт перевез 3 миллиарда 250 миллионного пассажира. Я сама даже не ожидала. Я постоянно пользуюсь общественным транспортом, так как машины своей нет. Поздравил мурманчанку с таким событием заместитель директора электротранспорта Владимир Буряк. Он вручил ей благодарственное письмо, проездную билет на март и другие подарки. Кроме того, одновременно с Натальей, но в троллейбусе номер 3, купила билет Анна Миляева. И она также стала юбилейной пассажиркой. Алгоритм программы, который вычисляет юбиляра, он собирает информацию о ежедневной перевозке пассажиров. Соответственно, навигационные данные из транспортного средства и показывает о том, что вот в данном автобусе может появиться этот юбилейный пассажир. Вот так обычный будний день стал неожиданно праздничным для двух северянок. Ежегодно городской транспорт перевозит более 43 миллионов человек. Из них были 6 миллионов учащиеся и студенты. Для удобства и повышения уровня безопасности на предприятии регулярно обновляют автопарк. Только в прошлом году было приобретено 12 новых троллейбусов и 9 автобусов. В этом новый транспорт также появится на дорогах города. Кроме того, на остановках будут установлены новые информационные табло. Что касается модернизации маршрутов, это тоже в планах электротранспорта. Сейчас обсуждается создание нового автобусного маршрута от областной больницы. Изменит свое движение автобус номер 1. Маршруты троллейбусов номер 3 и 10 планируется продлить благодаря строительству новой ветки. Речь идет об работе по продлению третьего маршрута от Радищева и 10 маршрута от кинотеатра Мурманск. А в дальнейшем там великолепные маршруты проглядываются, кольцевые и все круче. Потому что контактная сеть соединится. А пока обновления продолжаются, мы решили поинтересоваться у мурманчан, устраивать их работы городского общественного транспорта и новые технологии, которые внедряют на предприятие. Ну, в принципе, да. Просто народу очень много. А так, да, устраивает, в принципе. А график, там количество транспорта хватает? Ну, мне хватает. Лично не знаю, как всем. Но, в принципе, да, по времени недостаточно нормально ездят. Вообще так и слышу, что раньше было хуже, а сейчас очень хорошо. Ежду в автобусах, вот, 33-е, все то так от людей слышу, что очень хорошо сейчас стало. Лучше при этом начальник. Устраивает, да. Я пользуюсь программой 2ГИС, где указано, через какое время будет следовать транспорт. Конечно, я пользуюсь и проездным студенческим. Очень полезная вещь. Мне очень нравится наш транспорт. У нас стали вносить электротранспорт, то есть умный транспорт, который можно зарядить для молодежи. Это очень удобно. Также насчет проездных. Это очень дешево, очень экономично. Редактор субтитров А.Семкин